здрасте вам это тот самый обзор на игру в котором нет ни одного смеху очка и который никак не может завлечь сюда какому-нибудь зритель который не знает про видео запомнить видосик а все почему потому что пишу я такую лучшую свою рецензию на свете вообще лучший рецензий на свете не только мою ворде как каляку каляку уже 300 страниц написал готов уже стать львом толстым и тут вор такой не завис перезагрузился и показал мне чистый лист я такой ладно полчаса битых полчаса я искал если авто сохраненный файл потому что у меня выставлено автосохранение каждые пять минут не нашел спасибо майкрософту что заруинили все вот это был просто шаг на пути к вершине ютуба кто по 1 но как бы все майкрософт против вот видите как они убивают конкурентов следят следят за нами но я уж не решил сбивать на лицензию и просто перескажу в процессе не буду переписывать лицензию просто перескажу на ходу все что я думаю по этой игры в общем если кто то не знает the outer worlds это новая игра от obsidian тех самых людей которые сделали из фоллаут 3 нормальный фоллаут фоллаут не вегас игра от команды который состоит из людей которые делали оригинальный фоллаут хороший показатель для беседы как нужно делать rpg игры потому что это во первых одна из самых лучших игр в этом году во во-вторых самая неплохая рпг вообще тем кто играл фоллаут 3 фоллаут 4 эта игра покажется неким клоном сделанным под копирку здесь все таки я вынужден согласиться обсидиан использовали то что бесезда придумали для фоллаут 3 все эти диалоговые окна как оно все выглядит сократили прокачку взяли то как построен мир и в целом как бы да тут есть что-то похоже на фоллаут так что я не бы не стал что-то оригинальная придумка а скорее всего правильное развитие идеи фоллаут с ограниченным бюджетом и показатель того как можно развить серию дальше а что нового в игре новой игре космос главный герой ну или героиня просыпается от долгого-долгого криво сна потому что его или ее пробудил некий безумный ученый который пытается верхушку командования колонистов убрать куда подальше потому что они хотят сделать добро или зло человечеству которое приехало канонизировать земли в общем здесь непонятно тут как раз есть та серая мораль которую обещали разработчики call of duty modern warfare но не могли запихнуть потому что здесь нет откровенно плохих и откровенно добрых вариантов развития событий то есть вы не можете говорить мол ой я злой как масс эффект да или быть милашка и какашка и как бы здесь не понятен выбор потому что и у одной стороны есть положительные стороны и у другой стороны есть положительные стороны так что вам нужно выбирать что-то по крупицам у них либо давать всем по щам выстреливать в голову перебить всех нпс получить свою концовку да так тоже можно игру пройти вы можете убить любого нпс и история пойдет дальше и это не как допустим в интерактивных фильмах где ты убиваешь кого-то да и у тебя просто тупо пол игры обрезается нет здесь вы получаете свои полноценные квест дальше я допустим просто проходил игру я убил кого-то и можно сказать что 30 процентов игры я не увидел я просто уничтожил ветку игры ну просто потому что я не хотел соглашаться со персонажем такой ну тогда придется тебя убить на этом я вышел из диалога окна и по мне ко мне прибежала тонна людей я самозащищался я не виноват как бы они сами начали так что я не виноват что я весь the outer world с ним видел но вообще чтобы увидеть весь the outer world люди говорят что нужно 30 35 часов если играть неспешно вы сможете пройти за это время всю основную сюжетную линию и второстепенные квесты по пути вы найдете 6 напарников у которых тоже есть личные квесты которые помогают раскрыть их глубже лучше и тут как бы не один квест у них да а там целая серия один вытекает из другого и по идее вот этот подход очень напоминает масс-фект с его набором напарников компонентов который кстати вы здесь можете не набирать масс-фект это вроде как обязательно так что некоторые прозорливые люди увидят заимствование и у хита br но здесь вы не обязаны с ними дружить вы не можете построить с ними романтические отношения так что где-то по моему обсиде наплошали все-таки возможность кого-то трахнуть в масс-фект была неплохой и поэтому этого наверное не достает обсиде но это же космос колонисты и хрен его знает если вообще земляне нужно же как бы человеческий рот то продолжать вот так вообще обсиде однако несмотря на то что вроде бы как игра достаточно плотная она не пытается поставить рекорды по площади игрового мира и принципе локации красивенькие напоминают локации из no man's sky если честно она не кажется пустой но в то же самое время кажется пустой ну то есть пока я проходил у меня не было никаких случайных встреч не было никаких случайных стычек да и натыкался на врагов каких-то но в целом на этом все и заканчивалось так что вопрос интересно ли путешествовать по миру the outer world остается открытым его могли бы в принципе разнообразить от посещения этого мира да различные второстепенные квесты но в целом все квесты они не запоминаются то есть это пожалуй основная проблема the outer world практически одинаковые не интересные квесты ну за редким исключением да у многих квестов да не у многих у всех квестов есть вас разные возможности прохождения то есть вы можете уговорить вы можете убить вы можете обойти стелсом можете влететь в мясом с ноги вы можете использовать свои инженерные навыки вы можете использовать привлекательность и прочее так далее да у каждого квеста минимум 3-4 возможности прохождения но я даже не знаю может ли этим игра скомпенсировать неинтересность вообще постановки Этих второстепенных квестов, потому что Ну скажем, 70% из них Это задание в духе Пойди, сходи туда, убей кого-то Сходи, принеси Да, это все, конечно, может разнообразиться Диалогами, какими-то различными Ситуациями, прочим И разными возможностями прохождения Но ведь, как бы, сама по себе Преамбула неинтересная Если, допустим, я прошел квестов 10 одинаковых, то я не хочу Проходить их дальше, потому что, да, я могу, конечно По-разному их решить Но ведь я отыгрываю роль, если я отыгрываю Роль, то, соответственно, я всегда Прохожу их одним путем Ну то есть, если, допустим, я умный инженер Который не умеет стрелять и так далее, я не буду Входить с ноги в одном квесте, да А в другом я буду решать все методами Инженерии, да, естественно Я все буду квесты проходить При помощи дипломатии Если я отыгрываю роль Потому что флексить тут, как бы, нельзя Если выбрали одну роль, вы ее развиваете Так что, вот эта вот иллюзорная Возможность проходить многие Квесты несколькими способами Она иллюзорна, потому что Вы всегда проходите квесты одним способом Потому что вы отыгрываете роль Тот же Fallout 3 запоминался хотя бы Большим бубом Мегатонны, да? Потом путешествием в виртуальную реальность Затем DLC бы еще вспомнить Штурму моста и прочее, прочее Здесь ничего такого нет Тут даже финальный босс Это, простите, большой робот Который ты Мочишь в лицо Либо к тебе прилетают роботы И мочат его в лицо вместе с тобой Либо ты его просто включаешь Угу, все закончилось Конечно, вы можете себе поставить Челлендж перед прохождением Мол, ну я буду миротворцем И я не буду никого убивать Да, игру можно пройти и так Игру можно пройти, убив всех NPC Если вы захотите И если вы никого не убьете вообще То есть вы можете со всеми, по сути, договориться Ну тогда вы ограничиваете себя, по сути, в выборе И ваш, как бы, иллюзорный выбор Становится еще более иллюзорным Потому что если вы, допустим, прокачались под силу И пытаетесь никого не убивать Ну, соответственно, вы проиграли Ну хотя это можно тоже использовать как челлендж Пройти игру тупым сморчем Никого не убивая Сама же прокачка, о которой я заикнулся Она, ну не сказать, что широкая Но не сказать, что маленькая Ее хватает в плане всего У вас есть какие-то перки, которые вы выбираете в начале Какие-то перки, которые вы используете в процессе Какие-то умения, которые вы используете во время диалогов Но, знаете, если вы прокачиваете научного инженера Который может, допустим, устрашать и лгать Прокачиваете ложь Потому что самое полезное, что здесь есть Вы тупо можете договориться со всеми Вот у меня только парочку раз В диалогах могла понадобиться ловкость По-моему, парочка раз привлекательность Раза 3-4 И все То есть я в целом практически всех уговорил Так что никакого челленджа это не представляло Тут у вас в диалогах все точно так же, как Fallout 3 То есть вот у вас строчка диалога Написано, сколько нужно какого-то параметра, чтобы ее активировать Вы ее активируете, вы проходите дальше То есть нет никаких многоступенчатых, больших диалогов Которые, в принципе, было бы интересно проходить, слушать, читать И подумайте, да, сами Fallout 3 вышел в 2007 году Сейчас 2019 год А по сути, ну, уровень остался тот же самый Да, может быть тут диалоги чуть получше Чуть побольше Чуть проработаннее И вплетены в саму ролевую систему Но в целом, все-таки Видно, что их можно было сделать сложнее Они достаточно упрощенные И, как бы, 12 лет прошло По сути, мы получили просто красивый Fallout 3 А суть, как бы, не поменялась И в нескольких местах она стала даже проще Остальной же динамический геймплей Назовем его так Он, в принципе, хорош К нему не придерешься То есть, интересная механика стрельбы У многих оружия, она действительно разная Интересно стрелять по врагам Интересно их убивать Интересно Интересно заменовать Допустим, если в тех же Fallout'ах Вы просто останавливали время И прицеливались в определенную часть тела То здесь Вы включаете замедление времени И если вы не двигаетесь Вы можете понаводить Мышкой на различные части тела Врага И в зависимости от того, в какую Вы будете стрелять Вы нанесете ему соответствующий дебаф Так что дробовики, бабазуки, ппшки Автоматы Все это действительно чувствуется по-разному И стоит каждое оружие, в принципе, пробовать И если вы проходите игру без убийств То, ну блин, очень печально Потому что пропускаете одну из самых лучших сестей игры Если мы, конечно, возьмем что-нибудь более мирное Например, стелс То его тоже прокачали Это не просто путешествие на карачках По различным темным углам У вас здесь есть система голографического скрытия Когда вы можете взять у кого-то облик Какого-то определенного человека или юнита И зарядившись им Ходить по определенной территории Пока у вас есть заряд вашего голографического плаща Когда он стекает Вы, естественно, перед всеми раскрываетесь И вас всех начинают стрелять То есть даже здесь, знаете, такой Интересный достаточно стелс есть Ограниченный по времени Но в то же самое время Это заставляет вас держаться на краешке стула И в то же самое время прокачивать возможности уговаривать людей Потому что здесь можно перезагружать свой голографический плащ Голографическую маскировку Если вы с кем-нибудь поговорите И убедите его в том Этого человека в том Что, мол, да братан, тебе повиделось Я на самом деле классный Ну и перезарядить тем самым плащ Ну и самое главное Игра сочная Она прям красивая, цветная То есть это полная противоположность серому Fallout Здесь прям вот вы можете посмотреть на экран Увидеть тысячи цветов Все цвета радуги И не только И насладиться картинкой То есть игра на самом деле красивая Да тут даже напарники твои красивые Они все похожи на гули Как это было в Fallout 3 И вот теперь, когда я думаю об этой игре У меня сталкиваются Как бы два мнения в голове о ней То есть С одной стороны Игра предлагает вам массы выборов Да, то есть в самом начале Потом глобальный выбор Потом в каждом квесте Потом выбор прохождения Да То есть все это глобально Просто охрененно смотрится И может быть толкнет вас Для того На то, чтобы перепройти игру Но В деталях Она очень сильно упрощена То есть по идее Ее усложнили глобально Да И дали вам просто Ветвистость охрененную Но Вот в миниатюре Да Оно как бы смотрится Достаточно допотопно То есть да Вот мы сделали Охрененные квесты Для вот этих вот Всех людей Кому помогаете Но никто из них не запоминается И они все статисты Которые Ну ты взял квест Пошел его сделал Принес назад Ты уже забыл Персонажи Вот реально персонажи MMORPG какие-то Но что самое главное Все они выглядят почти одинаково Вот серьезно Я тут видел несколько баб Которые выглядят одинаково Хотя может быть Это как раз Ограниченность бюджета И сказывается Таким образом В общем игра полна Очень странных Геймдизайнерских решений Например Хотя бы взять Выбор сложности То есть Когда вы стартуете игру У вас Как обычно Четыре сложности Да Очень Вообще Какая легкая Жопа какая-то Которая Играть невозможно Да Ну потому что скучно Нормальная Третья Для кого-то Кто уже много играл И четвертая Самая интересная Но которая тебе Разрывает жопу То есть Самая интересная Сложность Здесь сверхновая Она заставляет вас Спать на вашем корабле Она заставляет вас Есть Питаться Храняться В определенных местах Но в то же самое время Поднимает Урон И хп врагов На немыслимые По-моему Уровни И почему бы Этот режим Не сделать Отдельной Функцией При старте игры Ну то есть Как в случае С Икскомом Его режимом Терминатор То есть Да Вы можете Приходить игру На супер легком Но Чтобы у вас Были ограничения В виде того Что вы должны Есть Спать И так далее Потому что Ну Идея хорошая И придумана Хорошо Но реализована Снова говеном То есть Идея хорошая Реализация говно Как обычно И вот вроде бы Прошел игру Вроде бы Как бы мне понравилось Но я понимаю Что мне чего-то Не хватает То есть Да Мне вот дали Вот такой набор Всего Достаточно плотный Нерасшатанный И пылин Это в мире Всех вот этих вот Игр с открытым миром Где вы собираете Всякую херню И бегаете 300 часов Это РПГ РПГ Которая наполнена Контентом Но в то же самое время Она просто кажется Ремейком Fallout 3 И просто его Наследием А не чем-то Откровенно Свежим И новым Причем Fallout New Vegas Сделан точно так же Как эта игра Но он сделан Когда? В 2010 И вот игра Сделана в 2019 Как бы Хорошо это или нет Хрен его знает Можно ли было Сделать лучше? Да Даже если не откровенно Что-то новое Но Улучшить то Что уже есть Но тут и сроки давили И бюджет давил Так что Вот опять же Это игра Которую очень сложно оценивать То есть Она и хорошая С одной стороны И с другой стороны Ты получаешь от него удовольствие Но Этого мало Ты чувствуешь Его пустой И чувствуешь Что она Как будто Не доделана И я сейчас Рискую быть Обкиданным Санными тряпками Всяческими Вялыми И гнилыми Помидорами Но Дело в том Что Fallout 4 Мне запомнился Даже больше Чем некоторые Эпизоды The Outer Worlds И персонажи Из Fallout 4 Мне понравились Больше Так что Кто там Говорит Мне в комментах Просто говорили Да вы Ты вот Так оценил Fallout 4 Высоко И я до сих пор Считаю Fallout 4 Хорошей игрой Несмотря на то Что она была Очень Упразднена В плане Ролевки Скажем так Да Но она Очень сильно Скакнула вперед В плане Стрельбы Геймплея Исследования И так далее Вот The Outer Worlds На том же самом уровне И The Outer Worlds Он имеет плюсы В плане построения Диалогов И квестов Но квесты Опять же В то же самое время Пустые Да И не запоминающиеся И персонажей Интересных нету Но опять же Тот же Fallout 4 Вот именно с ним Будем сравнивать Потому что Ну по сути Никаких близких К The Outer Worlds Похожих игр Нету Ну да В эту игру Играть можно Но не всем Потому что Она Немногим Покажется Чем-то Снакшебательным Интересным И хорошей RPG Но в целом Если все Вместе Сложить У нее Да Есть Минусы И огрехи Но В то же самое время Она является Чем-то годным Что точно стоит Потрогать Тем более что Она не такая уж и большая И не так уж много Нужно потратить на нее Времени Чтобы ее Пройти Так что скажем так Если это проходняк То это очень годный Проходняк Который не стоит пропустить Вот так вот я скажу А не всякие эти Death Stranding Где сам Кимплей Просто проходняк Хе Субтитры создавал DimaTorzok